Всем привет, ребята! Всем хороших выходных! Всем доброе утро! Хорошего дня, хорошего настроения! У этого мальчика, кажется, начался переходный возраст. И он у нас два дня подряд начал гадить в ванной. Да, Баксик? Мы когда переехали, он всегда ходил только к себе в туалет, прям с первого дня. А вот тут вчера и позавчера я вот начала ванну прям на замок закрывать, потому что я там вымывала со шваброй это все дело. Это ужасно! Я не знаю, что с ним случилось, какая муха его укусила. Тут у меня творческий процесс в разгаре. Нужно отправлять поставочку скорее. Делаю заколки, брошки. Посмотрите, да, вот называется, что это вот, когда цвета-то, когда ты просишь белый цвет. Это как называется? Дальтонизм, да? Вот я думала, что я купила белый цвет, а потом, когда уже другой белый я увидела, я поняла, что это не белый. Это какой-то чуть-чуть желта. Но вот когда сравнила, тогда увидела. А в магазине я была уверена, что это белый. Не знаю, на камере видно, нет? За окном у нас, как обычно, затянутая небушка. Но погода так, в принципе, нормальная. Не холодно, еще минус 3 градуса где-то. Такая теплая зимушка у нас. Вчера мне написала девушка на Авито. Так, сейчас возьму и покажу. У меня там продается цветочный сет, который я делала давным. Давно это такой экспериментальный сет цветочный на стену декор, чтобы... Короче, на стену вешать цветы из итальянской бумаги. Я прям заказывала специально бумагу. Мне комплект пришел. Я училась делать. Сделала его... А, ну вы, в принципе, если мои начальные видео... Ну как начальные? В общем, на видео у меня это где-то он есть. Я его прям показывала. Зимой, мне кажется. Это было зимой. Сейчас покажу вам. Вот мы когда переезжали, я, получается... Когда мы еще жили в Чурилово, на стене у меня висели эти цветы. Вот когда мы переезжали, я все сняла, убрала в коробку. Здесь у меня цветы и еще пионы у меня на балконе. Их нужно как-то оттуда достать и найти. Потому что девушка заказала Авито-доставку. Вот все. К чему я это все? Вот. Все нужно будет упаковать и унести на почту. Я первый раз буду отправлять Авито-доставкой. Ни разу я этого не делала. Но она... До этого мне писал мошенник какой-то. Типа, якобы, я оплатил. Отправляйте. Скидывал мне какие-то ссылки в наглую. Вообще, такой наглый прям аж сила не хватает. Ну, а тут прям девушка написала. Она говорит, все, я оформляю. Мне прям на Авито пришло уведомление на этот товар, что он зарезервирован. И мне нужно до 23 ноября его отправить. Вот все по-честному пришло. Само Авито мне написала. Тогда уже понятно, что это не мошенничество, ничего. И нужно идти уносить товар. А тот мне кидал ссылку. Он мне причем в WhatsApp, в WhatsApp он мне в наглую писал. Ну, что вы получили деньги? Все, вот смотрите, вот ссылка. Я даже по этой ссылке никуда не стала переходить, потому что на Авито никаких уведомлений не было. Так, ну все, цветы я нашла. Они у меня здесь. Еще пионы нужно будет. И отправлю это все за символическую цену. 500 рублей я там выставила этот сет. Потому что вот он без дела у меня лежит. А уж, да, уж, да, уж. Где-то в этой куче должны быть еще пионы в пакете. Блин. Ну, тут как раз заодно уберусь. Потому что здесь тоже бардачело. Так, ну какие у нас планы сегодня? Я сейчас клею это все. Часов, наверное, до трех, до четырех буду клеить. Потом хотелось бы сегодня мне увезти все-таки на почту. Отправить эти цветы сегодня, чтобы это все не затягивать. Потом я сегодня хочу наконец-то порезать снежинки на своем станке. Потому что он у меня, наверное, неделю, уже около недели стоит. Так как у меня был заказ на крылья, мне не до него было. Сейчас я хочу быстрее отправить опять очередную поставку. Вот, доделаю поставку и поработаю на станке. А то он стоит у меня. Вот, смотрите, фанера. Это четверка, по-моему. Блин, что не фокусируется-то? Это четверка. Вот здесь я хотела снежинку вырезать, но мощность, причем мощность была 45, что ли. 45. То есть полная мощность то у лазера я ставила на 45. И он не прорезал. Не прорезал он эту снежинку. И еще, так как нет этого воздушного компрессора, вот так вот она подгорает у меня. нормально так. Ну да, если на два раза пройтись, то он, конечно, вырежет. Ну, в общем, я решила, что мне нужна... Я даже не знаю, 1 мм ее продают, фанеру, нет? Что-то я нигде не встречала. 2 мм знаю, есть. Вот 2 мм мне бы, наверное, идеально подошло. Кстати, сейчас покажу. Помните, я у родителей показывала, что заказала на Симоленде вот эти основы для магнитов? Это я баловалась, вырезала. А мне дали вот эту фанеру 3 мм здесь. Когда мы покупали станок, парня я попросила, кусочек мне дали для пробы. Ну и вот я потренировалась, сделала себе вот такой первый мой магнит. Саша такой сейчас с утра подходит, смотрит, как я клею вот эти каждую бусинку. А ты что, говорит, не на станке, что ли, брошки делаешь теперь? Я говорю, да нет, как бы, ну, тут и ручная работа. На станке я вот вырезала, получается, вот эти вот лепесточки. Опять же, их вырезаешь, их надо на молд потом нагревать, чтобы вот эти отпечатки все под листики оставить. Короче, станок, конечно, помогает, но и ручной работы здесь, здесь в основном ручная работа. Станок мне, кстати, помог быстро вот нарезать кругляшки этого фетра. Прям листик я положила, он мне быстренько чик-чик-чик. Вот это было очень удобно. Время уже начало пятого, уже вечер, за окном стемнело, уже свет включила. Налила кофе и сижу, продолжаю делать брошки. Что-то мне хочется их доделать сегодня. Главное, чтобы мне хватило клея, а то у меня их осталось несколько штук. А клеить еще так нормально. Вот, решила никуда и не дергаться сегодня уже. Приготовить на завтра цветы запаковать, завтра их с утра увезу. Позвонила маме, позвала ее гулять. Она говорит, давай, может, завтра, если что, сегодня тоже там домашние дела делает. Хоть прогуляться по набережной у нас, показать ей эко-сквер, который у нас открыли. Мы сами там один раз были, но думаю, хоть выбраться, прогуляться с ней вместе. Всем привет, ребята, еще раз. Я, значит, с Сашей приехала по делам, точнее, он приехал по делам, а я его сегодня личный водитель. Он устал, приехал с работы. У меня как раз клей закончился, брошки я так сегодня не доделала, завтра надо будет докупить клей. Завтра, послезавтра уже все, сделать поставку и отправить ее. Сижу, жду его, у нас тут снег, пошел, снег знает. Такое вот, машину не глушу, потому что сейчас заглушу машину, вот это вот все застынет сразу на стекле. Он падает и тает. Ветер, кстати, что-то поднялся. Сейчас его дождусь и поедем еще в цех. Там ему надо что-то сделать и как раз мне надо не забыть попросить его, чтобы он мне нарезал фанеру. Он говорил, у него там есть фанера тонкая, ну, сколько, 4 миллиметра. Мне вообще для резки ну, 2 миллиметра вот самое то для топеров, знаете, для всяких вот этих подделок толще мне в принципе и не надо. Вон, вышел. Так, все, поехали. Вышел. Блин, узко здесь так. Узко, узко. Такой радостный что-то идет, довольный. Что, ты довольный? Все хорошо? Да, я думаю, нормально все. Мы уже дома. Чего ты смотришь здесь, а? Все пакеты тебе надо облазить. Саша мне напилил вот такие заготовки. Блин, они еще толще, чем вот это. Здесь, наверное, 4 или 5 даже миллиметров. Ну, не знаю, попробую завтра уже. Сегодня дымить не буду. Завтра. Если этот кот их не сгрызет, буду пробовать на станке их резать. у меня осталось 3 клеевых стержня в горячий пистолет. Сейчас сколько смогу сделаю и завтра. Завтра докуплю, вывезу цветы и буду готовить поставочку. Вам спасибо за просмотр и до скорой встречи. Я не знаю, что с этим котом делать. Что вообще с ним случилось? Ужас! Ты у меня точно получишь сейчас. Ты у меня сейчас точно получишь. Исцарапал мне всю руку. Исцарапал здесь вон новую клеенку мне тут. Еще и нападает. Все исцарапал и сгадил. Субтитры сделал DimaTorzok